Приветствую вас. Заранее прошу прощения, если вам не понравится то, что я вам скажу. Скажу, что вам может быть неприятно будет слушать какие-то моменты того, что я скажу. Но и так я понимаю, что наверное без этого не обойтись. То, что вы делаете сейчас, то есть вот при том, ну скажем так, при той форме, которую вы выбрали, чтобы задать нам вопрос. То есть вы задаете вопрос, вот такой вот достаточно короткий, достаточно малоинформативный, и вы даже не задаете никакого вопроса. То есть вы просто видите определенные вещи, в своем тексте вы говорите, что вот, значит, чувство неуверенности, подавленности, никчемности проследует меня с вождения. Предположим, что так оно и есть. Вот вас проследует чувство подавленности, ну и прочее, прочее, прочее. Вы это знаете. Вы знаете, что это чувство вас проследует. Далее из вашего цвета, как бы, утекает, что вы в курсе того, откуда это идет. Идет это из детства. Вы знаете, что это идет из детства. Вы как бы ставите нас в известность того, откуда идут ваши проблемы. Ну, а дальше что? Складывается ощущение, что вы себя просто напросто жалеете. Вот вы себя жалеете, вас вам себя жаль. Вы, как бы, ну, знаете, как говорят, человек, который себя жалеет, он отважается этой вот такой болезненной беспомощностью. Ему прямо нравится чувствовать, что он ничего не может, ни на что не способен и так далее. А его жизнь, оказывается, сломлена потому, что в этом виноваты, ну, собственно, детские травмы. Оно может быть и так. Я, безусловно, не хочу сказать, что вы ошибаетесь. Или я не хочу обесценить, например, ваше переживание, ваши чувства. Но то, что вы знаете о природе ваших проблем, то, что вы знаете о природе, ну, как бы, откуда вас возникли такие вот, как бы, трудности, как сейчас, не решает, к сожалению, вашей проблемы, как таковой вообще. Вот это нужно понимать. Что вы высказали это, то, что вы сказали. Вопросы своего, как такового, вы не задали. Свою проблему вы описываете достаточно коротко. И либо вы не верите в то, что вам могут реально помочь, тогда, если вы не верите в то, становится, ну, немного логичным вопросом, а что же вы тогда делаете здесь? Ну, собственно, зачем вы тогда сюда пришли, на что вы хотите получить помощь именно от нас? Хорошо, если так, всегда вам нужно настраиваться на работу, потому что, если проблемы ваши идут из детства, то, ага, как бы, необходимо прорабатывать детско-родительские отношения, необходимо прорабатывать те травмы, которые у вас есть. И, что самое главное, у меня столько ощущений, что вы, знаете, вы как будто бы, как будто бы, вы оставитесь еще в детстве, то есть у вас как будто бы имеются серьезные такие, например, претензии к родителям, то есть у вас имеются на них какие-то обиды, скорее всего, и так далее. И из-за этого, из-за того, что у вас есть обиды на них, скорее всего, вы не можете не в силах просто нести за себя ответственность, так как это делает взрослый человек. Вы застряли в этих обиды на них, вы дальше не идете. Вот чтобы эту ситуацию изменить, чтобы ее исправить, Ладно, я полагаю, и нужно действовать, собственно говоря, таким образом. Перестать себя жалеть до начала. Начинать нести ответственность за свою жизнь. Начинать принимать ее, свою ответственность, такой, какая она есть, даже если вам не очень нравится. Не бояться этой самой ответственности, потому что если вы ответственности боитесь, то из этого тоже ничего хорошего не получится. И вот тогда у вас наметится прогресс, тогда у вас наметятся улучшения, и когда и если эти улучшения будут, вы сможете освободиться от всего того, что на вас сейчас давит, и освободившись от этого, вы, собственно говоря, будете жить той жизнью, какой вы заслуживаете, какой, я уверен, вы считаете, ну, для себя хорошей и правильной. То есть в этот момент вы уже определите для себя сам. Собственно, это то, что вам нужно делать. Определить для себя самой векторы вашего развития, векторы вашего движения дальше по жизни. Потому что в конце концов, что бы не было у вас там с родителями, что бы между вами не произошло, а какие бы не были у вас проблемы с ними там и так далее, и так далее. Эти проблемы, так и иначе, они уже в прошлом. А вы эти проблемы продолжаете, сами того, может быть, не желая, вы эти проблемы продолжаете, продолжаете этим проблемам, точнее, придавать значение. Продолжаете этим проблемам, позволять влиять на себя, позволяете этим проблемам как-то портить вам жизнь. И вот это то, что вам нужно прекращать. И вы знаете, еще раз прошу прощения, если вам не понравится то, что я скажу, но прекращать вам это нужно было, простите меня, пожалуйста, еще вчера. Не будет у вас хорошей жизни, хорошей, интересной и правильной жизни до тех пор, пока вы будете жить в прошлом. Ну просто потому, что вы свою энергию, вы очень много своей энергии тратите на переживания прошлых моментов. А ведь их, по сути, уже нет. Нет уже того, о чем вы беспокоитесь, о чем вы переживаете, о чем вы без спорта не можете забыть. Но оно, по-прежнему, влияет на вашу жизнь. И пока вы живете в прошлом, у вас, к сожалению, не может быть настоящего и не может быть будущего. Так что я рекомендую вам выбрать эксперта на нашем ресурсе и поработать с этим экспертом, наверное, лично, приватно, чтобы разобраться со всеми вашими проблемами. Потому что в формате ответ на вопрос, тем более с учетом такого вопроса, то есть такого небольшого очень вопроса, мало информативного вопроса, помочь вам, ну вообще говоря, не представляет свободным совершенно никак. Я надеюсь, вы примете верное решение относительно своей дальнейшей деятельности. Я надеюсь, вы примете верное решение, такое, которое бы отвечало вашим интересам. И я готов вам помочь, не только я, но и все наши эксперты готовы вам помочь. Соответственно, если у вас ко мне остались вопросы, я буду рад помочь, пишите в личку. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если вы сделаете его лучшим. Желаю вам всего самого доброго и удачи! Субтитры сделал DimaTorzok